ну что понеслась здравствуйте друзья с вами на связи денис борисов и после всех этих праздников надо поработать надо отвечать привет привет всем с прошедшими праздниками хочу вас поздравить пожелать вам хорошего здоровья пожелать вам реализации во всех сферах вашей жизни чтобы у вас все получалось вот чтобы мы и дальше с вами общались привет привет я никуда не пропадал все нормально вот в данный момент я нахожусь киеве уже не вильнюсе в киеве перед этим находился в минске не выходил на связь потому что были праздники встречался с друзьями гуляли ходили отдыхали да воистину воскрес спасибо и вам друзья спасибо я вышел на связь чтобы минут 20-30 по отвечать на ваши вопросы дело в том что последнюю пятницу я пропустил уж очень она тяжелая было было много сложных перемещений потому что я был вильнюсе я там получал американскую визу потом мы поехали в минск моему товарищу получается забыли в посольстве паспорт вот и мы вместе ехали и ждали нервничали в общем очень поздно вернулись минск и собственно говоря не было возможности поэтому выйти на связь до дали визу дали годовую визу мультик вот планирую 20 27 числа лететь нью-йорк очень хороший семинар в москве когда выложишь продолжение там не было же продолжение то есть тот то что было снято в москве этот семинар он уже находится на канале и он открыт можно смотреть это семинар более того его можно посмотреть у меня на странице вконтакте он прикреплен самом верху на стене 50 единиц инсулина это зависит от того сколько ты ешь углеводов но на мой взгляд 50 единиц это много все таки потому что инсулиновый шприц там 40 единиц всего лишь даже даже пол шприца это много а у тебя получается больше одного шприца это нужно очень много съесть что столько инсулина понадобилось новые выпуски про сушку вы знаете есть несколько крайне интересных задумок по поводу спортивных сюжетов и но они не по сушке они не по сушке есть очень интересные идеи очень интересные опыты по поводу фармакологии по поводу эффекта плацебо по поводу того как можно использовать гораздо более маленькие дозировки препаратов или вообще не использовать препараты но чтобы тело научилось реагировать как будто вы используете большие дозировки препаратов вот у меня есть такая идея сделать сюжет на эту тему а вообще весь этот месяц я планирую очень плотно продолжать писать материал 100 плагинов для управления вселенной и поэтому немножко не до этого периодическое голодание это вещь неплохая дело почему неплохая потому что это достаточно естественная вещь для нашего организма наши предки периодически голодали я думаю что если вы в течение изредка в течение там раз две недели раз неделю будете делать какой-то разгрузочный день это будет хорошо вот что там правну был вопрос не успел прочесть нет перископ не умирает с перископом дело в чем дело в том что для того чтобы перископ был востребован вот с точки зрения блогера с моей точки зрения нужно попасть в топ если ты попадаешь чтоб то дальше это уже как снежный ком когда ты в топе люди продолжают подписываться и соответственно к тебе приковано большое внимание и тебе не нужно вкладывать очень много усилий в дальнейшем для продвижения в перископе вот именно это я пытался достигнуть свое время и в общем то я это достиг я был топ-1 в рунете по лайкам в перископе ну вот по рейтингу и у меня и по-моему я уже практически в десятку входил по количеству подписчиков но потом в один веселый момент перископ меня забанил и в общем-то аккаунт у меня по большому счету отобрали формально он существует вы на него можете зайти на мой старый аккаунт но пользоваться я не могу мне построили там кучу проблем чтобы им пользоваться вот и поэтому сейчас уже нет такой возможности прикладывать столько усилий сколько было раньше для развития аккаунта я в перископ захожу исключительно потому что получаю удовольствие от общения с людьми вот таким образом онлайн может быть чуть попозже я попробую выходить на онлайн трансляции на своем канале ютюба может быть я думаю надо попробовать для того чтобы оценить насколько это эффективно старый аккаунт забанили за огромное количество лайков и подписчиков большая часть из которых были не настоящие на нью-йорк особых планов нет мы с друзьями планируем в нью-йорке побыть два дня потом заехать на водопады и через чикаго поехать уже во флориду на машине вот и уже из флориды мы обратно перелетим в нью-йорк из нью-йорк уже полетим в минск то есть особых планов никаких нет это чисто туристическая поездка все статьи которые были на блоге они сейчас же находятся на конференции fit for life абсолютно все перенесено ни одной статьи не потеряно нет только информации по поводу упражнений и нет информации по поводу таблиц калорийности эти материалы я планирую сделать разместить чуть позже когда появится свободное время а вообще все статьи которые я написал вы можете их легко найти через поезд денис борисов и так далее фильм на ночь ну посмотри самый старый человек на планете земля можешь посмотреть такой хороший сериал черное зеркало это такие вещи фильмы которые мне нравятся посмотри если не смотрел области тьмы прикольный такой фильм шокируешь я не люблю шокировать людей наоборот я пытаюсь стимулировать как-то заряжать какими-то позитивными эмоциями шок это что-то такое знаешь крайне стрессовое я не люблю создавать для людей стресс разведывать ничего не планируешь в америке не не планирую ничего разведывать я бы хотел попрактиковать свой английский но так как я еду с русскоязычными товарищами я чувствую не нихрена не дадут такой возможности хороший зал в уручи ты знаешь я не специалист там ей там дофига на самом деле залов но самый старый из них это который находится в бенту там на третьем этаже может быть ты знаешь хейтеров всегда одинаково просто какой-то момент может быть мы их меньше замечаем какой-то раз больше замечаем всегда есть обиженные в калининград пока не сайт не собираюсь они сейчас находится на кухне над американским каналом в данный момент не работаем не работаю ни над сайтом не над каналом то есть есть и канал есть сайт более того на канале висит по моему что-то около семи роликов закрытые да то есть их можно открыть показать людям но это должна быть система да то есть я должен каждый день над этим работать а так я сейчас переквалифицировался на некоторые другие вещи но в частности вот и сейчас книгу пишу то у меня на это не хватает времени да хочу поехать сша один для лучшего изучения языка но понимаешь мы уже ожидал обещание то есть изначально я дал обещание друзьям что мы поедем вместе и поэтому я не могу нарушать обещание не знаю что сказал трамп трамп про самолет российский не смотрел чему обучить сына обучи его языку обучи ему обучи его навыкам общения я имею виду общение не тет-а-тет когда выступает человек в аудитории какой-нибудь как публичного навыкам публичного общения публичных выступлений вот этот я думаю в жизни очень пригодится они сегодня приготовила вареное мясо был салат с кучей всяких штучек что мы там еще ели сегодня яйца вареные были мы на самом деле питаемся без особых изысков мы стараемся есть много вареного мяса это обычно курица или говядина иногда свинина много овощей вот и фрукты под сегодня мы купили чуть-чуть ананасов найти продается такой нарезанные уже упакованные маленькие порции чуть-чуть киви чуть-чуть клубники и много мандарин не надо тебе диета при простуде в москве живу на северо-востоке на щелковском по недвижимости прогноз вообще положительный ну как положительные я вижу что ценник начинает расти то есть такое впечатление что был одно теперь он увеличивается цена на недвижимость у офицера не могло быть таких вопросов потому что в минске нельзя в беларуси нельзя получить визу первый раз то есть для тех кто зарегистрированы в минске для белорусов у них есть вариант только либо вильнюс либо москва но в москве очень большой процент отказов по ряду причин потому что например те люди которые едут получать визу из россии или из беларуси вильнюс то значит люди уже имеют как минимум шенген да то есть они уже прошли определенную проверку это люди не голодранцы не бомжи не какие-то сумасшедшие которые хотят эмигрировать не беженцы в общем да то есть уже процент выдачи виз в литве в литовском посольством гораздо выше чем в московском вот поэтому мы с друзьями поехали поддаваться вильнюс тем более у всех у нас есть визы секс до или после как влияет на тестом секс негативно не влияет на уровень тестостерона наоборот после секса есть подъем подъем уровня тестостерона и это возбуждает нашу нервную систему и стимулирует производство гормонов другое дело что во время секса ты тратишь очень много калорий первый момент и второй момент что если ты кончаешь у тебя выброс пролактина а пролактин он тебя расслабляет именно поэтому вот секс до тренировки нежелательными виду такой секс если ты будешь кончать то есть если не эйкулировать то в общем то можно вот что же это за секс тогда такой непонятный получится и ну я считаю что в москве американскую визу получить сложнее чем вильнюсе какие недорогие препараты помогут бегать дальше ну вопрос конечно опасный значит у меня есть товарищ один он как-то выступил на соревнованиях по плаванию на тех соревнованиях было очень много квалифицированных мастеров и он всех их очень 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 серьезно очень серьезно всех обогнал потому что перед перед заплывом он принял амфетамин ну вот как бы так неудивительно есть куча различных допингов вот именно поэтому не сейчас в большом спорте и запрещены центр силы смещается сша в китае рано пока говорить рано пока говорить и сша очень сильны однозначно до сих пор это самая сильная страна ну китай тоже набирает набирает китай вот он уже второй секса не кончать зачем ну а слушая а зачем вообще тогда заниматься сексом если если нет цели зачать ребенка да вот зачем ты тогда занимаешься сексом ну грубо говоря если ты пользуешься презервативами если ты так сказать экулируешь в сторону да какой в этом смысл зачем ты этим занимаешься ты занимаешься этим потому что доставляет тебе психологическое удовлетворение также и секс без экулирования он тоже доставляет психологическое удовлетворение потому что ты женщина на тебе дала тебе кайфово того какой ты красавчик операцию где бы дело в россии бы дело операцию в россии очень много хороших клиник специализированных либо белоруссии я помню как-то не делали я был в микрохирургии глаза есть какой-то госпиталь в центре там правда надо становиться в очередь но зато все бесплатно я помню чтобы я был очень удивлен внутри реально как космический корабль настолько все чисто аккуратно и качественно делалось украине не знаю в украине я как-то был в госпитале сбу вот там не как это а ну да их был вот и там были крайне квалифицированные специалисты ну видно да по речи по я я чувствую такие штуки но материальная база конечно была ужасная ужаснейшая а в белоруссии когда я был в госпитале вот эта микрохирургия глаза там был космос там был такой космический корабль война где может быть то война вот украине война идет вовсю до гражданская война скорее всего будет подбираться с юга и запада с юга и запада нейромышечная связь нарушена я не совсем понимаю чем ты говоришь а нейромышечная связь это то как ты чувствуешь свои мышцы если ты уже наработал эту связь она с тобой навсегда остается она не может никак нарушить они не сильно вредны но они честно говоря не сильно эффективны россии или беларуси не лучше в европе знаешь вопрос сложным где лучше европа россия беларусь я должен пожить европе чтобы дать объективную оценку но однозначно я бы не хотел жить беларуси потому что беларусь очень сильно закручены гайки они любят такое больше всего свободы как это ни странно ощущается в украине ну это свобода она связана с тем что раздалось байство то есть систем что старых паханов прогнали пришли новые паханы вот они там между собой еще не договорились идет дележка власти и вот в рамках это дележка власти дележка денег дележка там угодий для кормления это так называю вот связи с этим пока они хапают большие там предприятия большие куски до маленьких им пока нет дела и поэтому там средний мелкий бизнес ну они не давят их так как было вот раньше это конечно скоро закончится но вот ощущение свободы она присутствует стране присутствует потому что потому что раздолбайство а беларуси ощущение свободы нет вообще потому что там полная централизация то есть в украине децентрализация то есть огромное количество очагов силы и они между собой борются за деньги за власть и так далее поэтому такое раздолбайство чувствуется какая-то значит такая свобода а вот беларуси такого нет ощущения стерлигов он такой знаешь он странный этот стерлигов ну он очень интересный и он очень убедительный и вот вот это вот конечно у него прикольно он может говорить о чем угодно но говорить убедительно ему хочется верить но если вдумываешься в то что он говорит так вот реально очень странно звучит с миллионом на счету для того чтобы дали визу оценивать различные факторы оценивать различные факторы и то сколько у тебя денег на счету это один из факторов ну это конечно плюс если у тебя очень много денег на счету но имеет значение там допустим женат ты не женат какая у тебя национальность есть ли у тебя дети или нет национальность если у тебя недвижимость нет недвижимости то есть если у тебя какие-нибудь факторы которые тебя держат например у тебя может быть миллион на счету но этот миллион лежит швейцарском банке а у тебя ничего в россии нет и тебя скорее всего не пустят потому что фиг тебя знает ты он что ты придешь у тебя и бабки есть и не вернешься свою россию так что тут факторов очень много насчет завели в этом не успел прочесть я начал читать эту книгу когда-то почитал там пару глав неплохая книга ну как это слишком много трещинка для меня да я получил визу розыгрыш и не не планировал война война выгодно тем кто продает спасибо объективно можно курсить до скольки угодно даже в старости можно курсить вовсю я не считаю сколько трачу в месяц деньги лучше всего хоронить каком-то реальном секторе в производстве чего-либо если говорить про валюту и ценности то мне очень нравятся доллары и золото шнур нравится наступит лето поедем на дачу я не знаю что с линдовером и не изучал вопрос я сейчас киеве нахожусь кинотропилу не знаю лично не пробовал новый клип ленинграда слушай нет я самое последнее что смотрел это экспонат да на лабутенах которые я курицу не варю это делает они сейчас так что задавайте вопрос моей жене кличко знаете я с кличко не знаком чтобы давать ему привет кроме того сегодня в завтрашний день не все могу смотреть мало кто может это делать хотя это забавно потому что я квартиру покупал на береге березняках в общем так кличко в общем то он на березняках и начинал то есть я вот этот рынок на который я хожу там фрукты покупать там реально напротив этого рынка находится такая старая старая боксерская школа вообще такая древняя еще советская куда он ходил за свою жизнь не боюсь как вытащить девушку из лютой депрессии ну вот я сейчас пишу книгу она называется 100 плагинов для управления вселенной там будет огромный раздел антистресс почитай там очень много конкретных рекомендаций как вытаскивать из депрессии кстати планирую сделать предзаказ на эту книгу ну как как сбор средств то есть она будет продаваться еще до того как будет написано будет продаваться за 50 процентов стоимости планирую это где-то запустить вот буквально на днях линдовер скончался час назад да ладно наверно какая-то утка ну да он не он совершенно не выглядел больным где лучше всего хранить деньги деньги нужно хранить в чем-то реальном производстве например в недвижимости есть более рискованные способы есть менее рискованные менее прибыльные например купить недвижимость это низко рискованный способ сохранить деньги Но когда ты покупаешь недвижимость, то все твои деньги, в общем-то, они замораживаются, как бы. Я смотрю, линдовер сегодня в тренде. Все про линдовера говорят. В детстве я хотел быть архитектором, помню. Потом хотел быть археологом. Это самые детские-детские, древние-древние представления. Мне почему-то казалось, что в этих профессиях есть какой-то романтизм. Ездить, что-то изучать новое и так далее. Юристом. Ну, юристом я захотел очень поздно быть. Юристом я уже захотел в старших классах школы. На метане тренить? На метане можно тренить хоть каждый день. Да я только что поел мясом, мы только что очень плотно с Аней поели. Ну, жену трогаю часто. Я не знаю, я и не спрашивал у нее, хочет она сегодня транслироваться или нет. Навряд ли. В одно и то же время. Ну вот, я стараюсь выходить пятница, среда, понедельник, где-то в 9-10 часов вечера. Чтобы сто раз отжаться, нужно отжиматься. А мы толстые. Любовь на расстоянии. Любовь это такая штука, которую никто не может понять, никто не может объяснить. Поэтому, да, она может быть какой угодно. В Америку планируем лететь 27 мая. В Латвии особо отдыха не было. Мы были там два дня, мы ждали наших виз. То есть мы подались в посольство, на следующий день мы их забирали, ну и так далее. Ну, в целом, мне в Вильнюсе понравилось. Мне понравился старый город, вот эта вот брусчатка, вот эти вот улочки. Все такие сидят расслабленные, кто-то там лобает на гитаре. Ну вот я люблю вот это вот, это спокойствие, вот это вот в городе. Мы прилетаем в Нью-Йорк, а потом вдоль восточного побережья будем двигаться на юг, в сторону Флориды. Основной принцип обращаться с ребенком. Я считаю, что ребенку нужно давать возможность остановиться независимым. Нужно давать возможность, чтобы он брал ответственность на себя за принятие тех или иных решений. То есть не надо его опекать со всех сторон, надо, чтобы он учился сам плыть в этой жизни. В Штаты планируем, да, ехать на машине. Ну, по Штатам на машине. Арендуем машину и поедем. В Голджин нет, не заедем. Мне особо это не интересно. Один куб и 250 миллиграмм, куб чего? В Лос-Анджелес нет. У нас изначально был план, в общем-то, проехать по восточному побережью, потом заехать на западное через Техас. Но тогда больше месяца бы ездили, и я, честно говоря, там прозрел бы. Я поэтому настоял на том, чтобы наша поездка была две недели. И то, я не фанат вот этих вот путешествий, там на машине, там каждый день куда-то ехать. Просто такой стайл, что вот друзья мои очень хотели, и я поэтому пошел на встречу. Я бы, вот была бы моя воля, я бы прилетел в Нью-Йорк, пожил бы там 2-3 дня в Нью-Йорке, походил бы. А потом бы приехал бы в Майами, и в Майами проторчал бы еще там неделю или две. И все, а потом бы улетел в Нью-Йорк. Вот это вот для меня был бы идеальный вариант. Но так как я лечу с друзьями, я прислушиваюсь к их пожеланиям тоже. После Америки мы собираемся в Вену с Аней. Я не помню числа. По-моему, это будет в июне, в конце или там в середине июля. Скакляемые видео пока не снимали. Ну как-то не было такой возможности. Хотя и он, и я не против. Книгу пишу, называется «100 плагинов, как управлять для управления Вселенной». Это платный материал, очень сложный, очень интересный. Предзаказы на днях начнутся. Следите, так сказать, за новостями. Да, в Перископ буду выходить планово. Понедельник, среда, пятница, вечерком планируем. В Америке, да, что-то буду снимать, но без фанатизма. То есть я туда еду не для того, чтобы там в залы ходить или там какой-то адский материал снимать. Я туда еду для того, чтобы посмотреть, как живут люди, для того, чтобы посмотреть на Нью-Йорк. Вообще я всегда очень хотел побывать в двух городах, это в Нью-Йорке и в Лондоне. Потому что я считаю, что это два центровых города на планете. То есть это сосредоточение силы, финансов, власти. Конфликт с Тихомировым? Нет, у меня не было конфликта с Тихомировым. Мне очень нравится Тихомиров. Он доставляет позитивные эмоции. Про тренировки. Ну, когда вот пропрет Денчика, про тренировки, будет Денчик, про тренировки. А пока не проперло, будет про что-то другое. Усилить аппетит. Аппетит усиливает тренировки аппетит. Аппетит проще и лучше, когда ты дробишь питание. То есть, когда ты дробишь питание, ты можешь съесть больше. Аппетит у тебя будет лучше. Спаса Кулкоцкий запуканился от твоих слов о нем. Ну, очень жаль. Очень жаль. В этом не было моей цели. Советы по натуральному тренингу? Ну, в этом я дока, ребят. В натуральном тренинге. Я сейчас такой адский натурал. Есть советы, но пока не хочу делать материалы по этому поводу. Моя книга на предзаказе и, думаю, будет стоить порядка 20-25 долларов. Город Камптон в США? Нет, не слышал. Про сушку? Ну, я просто не все вопросы успевал просматривать и отвечать. Почему они не едут в США? Ну, изначально у нас не было такой цели. Мы с друзьями едем в мужскую компанию, и никто не берет с собой жен и девушек. Поэтому было бы странно, если бы я нарушил правила. Трибулись кушаешь для увеличения вероятности зачатия? Нет. Как курсануть туриком, чтобы много не набрать? Так ты туриком много и не наберешь. Привет, привет. Что делать в США? Жить, наверное. Я не знаю, что за счет, что делать в США. Это зависит от того, чего ты хочешь. Да, он не отец-пилот. В юриспруденции самое прибыльное направление – это цивилистика. То есть гражданское право, хозяйственное право. Ну, то есть гражданский кодекс учили. Гражданский кодекс – это бабки. В Вегасе. У нас был план Техас, Лас-Вегас, Невада. Но потом мы от него отказались. Почему жене Денчика не 25, и она не модель? Ну, очень близко к этому-то на самом деле. Жене Денчика почти 25. И жена Денчика абсолютная чемпионка страны по фитнес-бикини. Когда родится ребенок, всему свое время. Да, движуха мне нравится. Как не срываться на диете? Не думать об этом. Отличься. Знаешь, очень сложно не думать про белого слона. Проще думать про розового слона. Тогда ты можешь переключаться. На 10 лет в среднем строй. Ну, я знаю, что будет там и через 20, и через 30. Но на 10 лет я знаю достаточно точно. Не потягивался очень давно. Даже интересно, сколько я потянусь. Я думаю, что-то около 10, мне так кажется. Не знаю. Обама прочтет. Он тогда скажет, что меня надо словить на базу. Как она там? Гаунтан. Гаунтан отправить. Спать охота. Не спать. Тренируюсь, да. Где-то тренируюсь 2-3 раза в неделю. Гаунтаном. Точно. Точно. Гаунтаном. Тренируюсь 2-3 раза в неделю. Без фанатизма. Хорошо себя чувствую. Моющими средствами для мытья посуды. Ну, возможно, я тебя разочарую. Но я посуду не мою у нас в доме. Раньше мыл. А вот теперь жена не дает мне это делать. Форму? Да нет у меня никакой формы. Сколько обходится поездка в США по деньгам, я не знаю. Потому что, ну, она еще не закончилась. Но мы купили хорошие билеты, потому что заранее. Мы купили билеты туда-обратно, в Нью-Йорк, из Минска, в Нью-Йорк. И из Нью-Йорка в Минск обратно. Мы купили билеты за 500 долларов. Отель мы бронируем в Нью-Йорке 100 долларов в сутки. И мы там будем двое суток останавливаться. Но уже что там дальше будет. Будем останавливаться в отелях. Будем ехать на машине с севера на юг. Я не знаю. Да я вам расскажу, во сколько все это вылилось после возвращения. Марафон не было такого желания. Я своего тела не стесняюсь. Как Ляев по продвижению спорта? Ну, мне нравится, как Ляев. Мне нравится его чувство юмора. Оно адекватное, в отличие от очень многих товарищей, которые думают, что смешные на самом деле. Они тоже смешные, но немного в другой стороне. Жареное мясо на диете? Смотри, какая диета. Если у тебя кето-диета, то можно. Клен пробовал. Шаурму я не ел. Но я ел какую-то адскую фигню, очень похожую на шаурму. Она называлась, блин, турецкое какое-то блюдо. В Москве мы зашли на рынок Подсолнухи, Сани, вот где-то неделю назад. И там какая-то была, блин, как же она называлась? Такое интересное название. Не, не кебаб. Ну вот реально, как вот шаурма, только лепешка такая специфическая, как карман. Ну, в общем, вот это было где-то неделю назад. И мне, в принципе, понравилось. Нет, не Пита, не Рита. Можно ли? Сфера фитнеса – самая динамично развивающаяся сфера. И она и дальше будет развиваться. То есть сфера здоровья, медицины и фитнес – это крайне хлебные сферы. Просто ты определись, на чем именно ты собираешься зарабатывать. Сусть, так сказать, вопрос. Сфера фитнеса, она бездонная. Клен Соло – нет. Я думаю, что прогноз по нефти. Я думаю, будет волотиться. Ну, будет волотиться около 40. Не магия, что-то не успел. Фитнес-модел существует в России. Там вот мне Аня говорила вчера буквально, что какая-то новая категория для девушек там создается. Что-то там модельный, модельный фитнес какой-то. То есть там вот сейчас есть бикини, да, а будет еще модельный фитнес. Там вроде бы девчонки будут выходить вечерних платьев. Ну, что-то такое. Так что вот в федерациях пытаются придумать что-то новое. Насчет Давыдовича не слежу за ситуацией. Но пока все, видимо, не слышно, чтобы его там выпускали. Может быть, посадят. На клене я обычно сидел 2-3 недели. И обычно это был кленбутерол с тероидными гормонами. Кленбутерол с тероидными гормонами работает очень хорошо. Это синергисты мощнейшие. Это один из самых лучших жиросжигателей, да, если не самый лучший из доступных. Тероидные гормоны – это гормоны щитовидной железы. Они очень сильно ускоряют обмен веществ. Почему сбавил в тренировках? Ну, потому что мы взрослеем, приоритеты меняются, интересы меняются. Я в тренировках сбавил еще где-то с 2000 года. До 2000 года я был адский фанат. Я 3 года, помню, еще будучи юношей, 3 года выступал каждый сезон. То есть вот у меня было 6 сезонов. Я выступал на чемпионатах на Кубках Республики Беларусь по бодибилдингу. Ну, всегда был в тройке, даже когда был еще юноша, я выступал по мужчинам. Вот. Ну, и может быть, потому что я очень хорошо выступал, мне это очень быстро надоело. И с тех пор я сбавил обороты. Фотки есть, даже видео есть. Спецназовцы? Спецназовцы, ребят, разные бывают. Бывают такие спецназовцы, что их и любая девушка отпиздит. А бывают такие не спецназовцы, которые там пятерых спецназовцев покладут. То есть это же такая вещь субъективная. Ну, в среднем, не знаю, не знаю, правда не знаю. Я когда занимался борьбой и самбо, когда занимался, занимался, там были ребята из различных силовых структур. Кого-то из них я побеждал. Но опять-таки по правилам. Кто-то меня побеждал. То есть это такой момент ни о чем. Ну, смотрите. Вот вы меня спрашиваете по поводу, как узнать, сколько на сушке нужно есть углеводов. Очень просто. Методом проб и ошибок. То есть вы берете, стандартизируете свой рацион питания и начинаете каждый день есть одно и то же количество пищи. И потом, каждую неделю смотрите на результат. Если вы не худеете, вы относительно того количества пищи, которое вы потребляете, делаете меньше. Ну, визуально меньше. Допустим, у вас был полный стакан риса, вы не худели. Вы снижаете его там до трех четверти стакана риса. и смотрите, похудели вы или не похудели. То есть вам вовсе не обязательно знать количество, конкретное количество углеводов. Жена пришла, отвлекает. Эх, ребята, видели вы тут, что она творит. Капец. Ну, все, дорогие друзья. Ну, теперь у меня дела, да? Куда человек эволюционирует? О-о-о. Ужас, ужас. Аня, ну, что ты делаешь? Ты видишь, ты видишь, я с товарищами общаюсь. У меня давление, ребят, поднялось не только там, я вас уверяю. Дэн всегда уверен в успехе. Ну, я не костоправ, чтобы вправлять плечевые суставы, друзья. Вы переоцениваете мои возможности, они более скромные. Книга моя потом, потом она, потом она подорожает. Я, дело в том, что я собираюсь книгу закончить где-то к концу месяца, и сейчас я буду делать предзаказы по 50%, за 50% стоимости. А когда я ее закончу, она будет идти за 100% стоимости. Нет, ЕС я не планирую пережать. На американке возможно дадут. Семинар в Киеве в ближайшее время я не планирую. Бизнес-тренером как отношусь. Знаете, это вот вопрос такой из области как ты относишься к людям. Вот вы меня спрашиваете, как я отношусь к бизнес-тренерам. Так ведь они же разные есть. Это из области как ты относишься к культуристам. Один чувак скажет, да они все дебылы, когда кочки перекачаны. А другой скажет, да это очень интересные люди, интеллигентные, они же за ЗОЖ, они к чему-то стремятся. И оба они будут не правы, потому что они обобщили, они упростили ситуацию. То же самое, в общем-то, по поводу этих несчастных бизнес-тренеров, которые вот шкалота любит там с говнищем мешать направо и налево. Типа, а, бизнес-тренер услышит, это уже типа как диагноз. А между тем, существует огромное количество бизнес-тренеров, которых интересно слушать и которым интересно сходить на мероприятия. Это здорово, это интересно. Вот, потому что есть, ну, есть очень большая разница, кого там тролли постоянно в немаге, у них там, они же там всех этих бизнес-тренеров и фост, и в гриву. У них там был какой-то один такой смешной. Писарев, Писарев, да, вот. Вот одно дело Радислав Гондопас, другое дело Писарев какой-нибудь. Оба они типа бизнес-тренеры. Но один интересный вменяемый, другой малолетка неадекватный и глупый. Ну, вот и все. Поэтому я отношусь ко всем по-разному в зависимости от того, чего они стоят на самом деле. Я не стригу всех под одну гребенку, что вот типа это диагноз бизнес-тренера значит дурачок. Алекс Лесли. Ну, я не слышал Алекс Лесли, не видел его вживую, но книги интересные. Трэш истории. Трэш истории, ребят, закончились. Я же женатый теперь. Так. У Александра Федорова шансы на Олимпии нет. У Александра Федорова к сожалению нет шансов на Олимпии. Ну, я буду очень рад, если он станет мистером Олимпии. Ну, правда, я буду безумно рад, если это произойдет, но у него нет шансов по политическим причинам. Не будет он мистер Олимпия. Биткоины растут, уверенно растут. Даже хочется сюжет по этому поводу сделать. Знаете, биткоин, когда он появился, стоил в 300 тысяч раз меньше, чем сейчас. Вкиньтесь. Когда биткоин появился, он стоил в 300 тысяч раз меньше, чем сейчас. То есть, если бы вы тогда, когда появился биткоин, купили бы 3 доллара, на 3 доллара купили бы биткоинов, то сейчас вы бы имели миллион баксов. Биткоин или юань? Знаешь, с точки зрения вересификации рисков, лучше купить и то, и другое. Пожалуйста. Ладно, ребят, давайте прекращать, а то надо еще поработать чуть-чуть. Очень рад был с вами пообщаться. Хорошего всем вечера. Ну и до встречи через денек. Послезавтра увидимся. Продолжение следует...